Здравствуйте, дорогие городники! Сегодня у нас 4 мая, на улице такая погода, солнышко, но прохладно, и передают возвратный замороз. И сегодня я хочу обработать озимый чеснок. Он и не боится вроде бы морозов совсем, но все равно от сильных возвратных заморозков он слегка начинает желтеть, потому что у него не усваивается в холода, тоже как и у всех растений, некоторые элементы питания, особенно фосфор, и у нас зачастую растение немножко желтеет, что не очень здорово. Поэтому я его обработаю по листве. Обработаю я таким препаратом его, как филатон, который как раз является антистрессантом. Он вот именно, когда мы знаем, что впереди у нас возможны похолодания или замороз, то буквально за день, если мы по листве обрабатываем, он очень здорово помогает бороться с этим похолоданием. И именно вставляет вегетативную массу, зеленый, то есть все равно способствует фотосинтезу и так далее. Также я буду использовать препарат с содержанием фосфора, потому что похолодание, мы знаем, фосфор фактически первый из трех основных элементов, который намного сразу снижает усваиваемость. Когда у нас похолодание, фосфор фактически не усваивается. Либо холодная земля, либо холодно просто у нас на улице. Это икарфоста, то есть это жидкий препарат на основе фосфора. И в качестве прилипателя препарат икарпрефектик. Он тоже помогает именно капле нашей задержаться на листе, то есть по ней растечься, прилипнуть. И как можно лучше препаратом усвоиться, проникнуть уже внутрь листочка. И благодаря чему эффективность нашей листовой обработки будет намного-намного выше, чем без него. Какие концентрации? На литр нужно всего лишь вот этих двух препаратов, как препарата с фосфором, так и антистрессанта по 2 мл. Конечно, препараты такие вот. Их сейчас кто-то, я видел, что занимается, уже расфасовывает более мелкие, будем говорить, бутылочки, 100 мл. Потому что для огородника вот эти литровые, это очень большие. Ну, во-первых, они дорогие. А-вторых, для огородника этого литра может там на 20 лет, ну зачем он испортится и так далее. То есть 100 мл вполне будет достаточно, и тоже все равно даже не на один год. И 2 мл мы добавляем вот этого препарата. А вот этого препарата надо всего 2 мл, но уже на 10 литров. На 1 литр 0,2. То есть это отмерить фактически нереально. Поэтому можно просто что-то смочить в нем. Вот я делаю кончик ложки. Буквально вот так оболтыхаю. Чуть-чуть на нее прилипает он, препарат. И вот в литре я уже размешиваю. Все. Он как раз эти 0,2 мл прилипает у меня к крошке. Потому что он такой сам по себе именно липкий препарат. То есть он не стекает быстренько и достаточно густой. Все. Мы раствор сделали. Осталось залить его в опрыскиватель. Все. Пойдемте теперь опрыскивать наш чеснок. Итак, вот у нас грядка с чесноком. Можно посмотреть. Чеснок хорошо у нас пророс. А зимой уже набрал достаточно большую листовую массу. Но видно, первое пожелтение, небольшое пожелтение. У некоторых листочков есть. Поэтому эта обработка будет как-никак кстати. Идет мелкое распыление. Его даже не видать. Но листья становятся такие блестящие. Листочки. Поэтому все работает. Вот таким образом я сейчас обработаю грядку. Чтобы у нас предстоящие заморозки не слишком повредили такому уже нарастающему неплохому озимому чесноку. А на этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова